В условиях дикой природы во время походов нам приходится сталкиваться с большим разнообразием растений конечно в случае необходимости часть из них можно употреблять пищу в этом случае важно знать что можно есть а что не стоит расскажу о некоторых распространенных дикорастущих травах которые вполне питательны и их можно употреблять без обработки в сыром виде сарсапарелли в простонародье дрокянка используют в пищу молодые побеги имеет нейтральный вкус добавляет салаты супы маринуют очень хорошо во время похода удаляет жажду достаточно сорвать и просто разжевать дикорастущий амарант можно есть сырым и тушеным листья и стебли используют сырыми в салаты добавляют супы семена и само растение листья стволы сушат измельчают и добавляют хлеб и хлебобулочные изделия необходимо есть стебли одуванчика сырыми это очень полезно листья используют салаты корни добавляют в супы во время войны лебеда спасала людей от голода и авитаминоза ее добавляли в хлеб и другие блюда листья имеют нежный вкус их можно добавлять салаты окрошку и витаминные коктейли портулак использует все растения корни стебель листья имеет кисловатый вкус с утра к вечеру немного сладковатые для приготовления пищи используют как добавку к салату начинку в пироги супы и маринуют